Всем привет! Это следующий день нашего отпуска и мы сегодня планировали встать в 9, но вчера мы так устали сильно, что сегодня мы проснулись в 11 часов, собрались и сейчас пойдем позавтракаем куда-нибудь и потом отправимся прямиком с арбата на красную площадь. Так что вот так. Как спалось то? Сполось круто, как убитые. Кровать вообще шикарная, подушки тоже, одеяло и вообще все круто. В общем отеле мы довольны и стены хоть и тонкие, но вообще ни капли не мешает. Если сильно устаете после... Душ хороший. В принципе если вы приходите домой вставшие, то просто вырубаетесь вам все равно, что там что-то происходит за стенкой. Ну вообще на самом деле тут тихо, тут люди все понимают друг друга и не шумят. Так что не пропускайте сейчас будет Красная площадь, Арбат, все дела там, не переключайтесь. После тепла. Автомат даже есть. В автомат я не заметил. Ну такой, кстати, нормальная, обычная цена. Ну не накручивается. 32 стоит спрайк? 60. А, 60. Ну ячейка 32. Просто космос. Давай допишем наш канал. Где? Где? Ага, давай. Реклама бесплатная в домике. Отписывайтесь. Вот так, правильно. Здесь что-то можно посеять и поесть. И вот кухня сама. Холодос. Раковина. Икруха. А где стиралка, кстати? На фотках? Ага. Надо подписывать еду. Какой у нас номер? Надо подписывать еду, допиши преданников просто и все. Я не знаю, какой у нас номер даже. Сейчас скажу. Девятый. Короче, надо подписывать еду, ну, не чтоб ее не съели, а чтоб ее выкинули, когда ты уедешь, если она залежится. Так-то никто ее не тронет, конечно. Тут можно чая попить, с этой кофейку, если хотите. Ху, что-то я задевал. Мы столько спали, короче, вообще. Закидывай давай, что ты думаешь. Все подписано? Угу. Проверила? Не держать алкоголь в холодильнике вообще на территории этого мини-отеля. Ой. Тут всем передают приветы. А, да? У нас конец. Давай это пиши, тут реклама тоже. Пиши Мурманск. Напиши Мурманск YouTube и он влог. Вот такие подсолнухи, конечно. Мощные. Не могу пройти, правда, заваливаем задницу. Написал. Привет из моего скала. Все, все будут знать. Где-то здесь я не вижу. Книжки. Книжки есть, кстати, целая куча. Какого найти? Желтенького нет. Да, нет. Матрюшка 60 рублей. Место 160 акций. Пошли, короче, на солнце. В чем работе? Какие-то мне люди колесники сойдут. Что это такое? Да, что это значит? Это развлекало. Ну смотри, тут столики будут ставить скоро, походу, на улицу. Да. Ферран. Это называется Ферранса. А тут рекламного будня. Ну что, нам сейчас прямо-прямо-прямо-прямо-прямо. Потом немножко непрямо. Красная площадь. А, нет, нам надо сначала поесть где-то? Куда ты хочешь пойти? Да. Ну смотри, вот весь Теребок. Ну там одноразовая посуда всякая. Нет. Сказал, в какую-нибудь нормальную. В какую-нибудь рюмошную. В бар. В бар-гриль. В бар-гриль, да. Вообще написано бургер, ну ладно. Так, опять китайцы там веселятся. По-моему, у них лицо с рождения готово для фотографий стандартно. И из-за про в них вшивают чипы. О смотри, сейчас будет. Чипы и Дейлы? Сейчас будет такая тема. Поднимай. Что это? Всякие исторические моменты. Ветераны. Ветераны. Ага. Ветераны? Ветераны? Ветеринары. Ветеринары. Ты типа шутишь сейчас над ветеранами? А мы купили шапки, перчатки, поэтому будем утепляться, если что. Царь-Эдипп театр. В театре будет какой-то царь-Эдипп. Короче, сегодня 3 июня, и погода ужасная. Солнце пока есть, но все равно дождь обещают. Едут, чистят. 45 лет. Самоцветом? Знать бы, что это. Это не так уж и много, если. Фонтан. С какой-то королевой. Можно подойти к нему? Чистя, я там поеду сегодня? Да. А, нет. Чистит. Из такого Фонтана девушка пила? Нет. Ну, примерно. Ну, примерно, да. Нормально. Там, наверное, что-нибудь горит внутри? Да. Подсветка. О, солнце. Солнце вылупилось, что-то. Аж кажется, что тепло. Дом актера. Там дом актера, центральный дом актера. Что сфоткай-то? Нет. Блин, можно поставить на этот. На обложку. На обложку. А ты сфоткай ее, чтобы только она была? У тебя есть такая фотка? Нет, Жена? Без стен там вот. Да. А, Никола... Явленного. Явленного. Только уже нет этого храма. На этом месте находился храм, написал. Что там за рок-н-ролл-то бахает? И вот он шариков поет с собакой. О, а тут еще и Высоцкий есть. Маленький. Пошли на солнце. Что это такое? Это... Арбат шестнадцать. А мы смотри, блять. Музей иллюзий? Да. Мужик, который сидит за меня. Алтин? Это что такое? За тебя алтин? Алтин, да. Алтин. А, за тебя не алтин надо было. Вот смотри, сними этот синий троллейбус. Вот смотри, сними этот синий троллейбус. Что заел там джон? Ничего себе. Что это такое? Что здесь за место такое? Это мой брателла. С мороженым будешь? Вот где-то местные школьники с музычкой подкатили. Вон, сфоткай. Вон, сфоткай. Это Култузов какой-то, я не знаю. Я не хочу ошибаться. А ты знаешь? Я не знаю, поэтому лучше не говори кто. В смысле? Я предполагаю хотя бы. Руккола. Давай, фоткай вот. Что, Руккола? А. Култузова. Если это Култузов. Вон так считается. Вон. Такой дом прикольный. Да. Мы пойдем в кофе-рум. А что это такое за здание? Вижу ж здание какое-то древнее. А я думал про эту высотку, что она выглядывает. Так, тут 250 рублей, самый дешевый бизнес матч. Сейчас посмотрим, что там как. Вид из окон. Что? Я тут свадьбу не имею. Да? Это счастье. Где свадьба? Вы.. Выпускник у него написал. А thats. Тут какая-то встреча выпускников резко началась. Ай ха ха ха. ребята пожелайте нам удачи тут 70 человек зашла что я принесли я принесли кофе и очень вкусная сколько она банана банановый за 240 я стандартная латы 190 что надо никита сказать спасибо приятного аппетита все вот такую пиццу нам притащили на деревянной подложечки и вот эти а мы все они сняли фотку да по-моему нам фотку сделали в этом в авиапарке на полароид возле этого аквариума но там правда не видно что мы возле аквариума но вот как прикольно все четенькая с телефона влазь полицай а нет все время какие-то полицейские ходят патрулируют короче посидели мы в итоге на 980 рублей подороже чем вчера вышел завтрак у нас в общем пиццы и кофе все дороговато короче могло быть и лучше но просто завтраки до 12 7 мы не успели мы пришли в 12 10 вот так морсик четкий у меня депы всякие короче вот и закончился арбат практически а мы замерзли и дели шапки перчатки короче кино художественного театра метро прикольно на этом экран какой то вот это экран охренеть ты идешь двигаемся на красную площадь я не знаю куда идти как ну примерно я помню по карте так люди идут прям так мы тоже пойдем так мы местные практически в ну ну что я подумал там канал а что так пусто о, единственная машина прилетела спускаемся в подземку головой не удается такое ощущение, что если быть очень длинным, можно зацепить потолок он близко о, Никитинский бульвар это мой буль... это мой все равно, в любом случае мы подошли к этому художественному кинотеатру а там много голубейщиков голубня о, смотри, какой коричневый отличается от обычных вот что они такие все толстые мурманские не такие закормили, да? они даже не двигаются э, жирный они все бошки в обряд ли они все бошки в обряд ли они позируют еще, короче в общем, прикольно в общем, прикольно ну, какашку он был, видно, походил да, и теперь дальше пошли большой кто-то такой раздетый ну, кто раздетый, он долго не протянется откинет копыта да ладно, встретимся, когда найдем красную площадь акции правда в магазинах нельзя снимать? детский мир скрытая съемка это сканье да на поле на поле? да акции ну, где тут разные вот это 2700, это акции? это мощные вместо 3 500 всемирное здание а где с карточками монополия вот, вот с карточками 200 монополия миллионер с карточками самая лучшая ну, вот Россия у нас такая была и такая у нас была какие-то животные о, бренды, смотри тоже прикольно вот, вот это прикольно с брендами, да да не, ну, с карточками с карточками самое лучшее где можно карты оплачивать а не монетками ну, и всякими бумажками типа разные остальные короче, тут охрана стоит во всем углам поэтому я выключусь а сколько ты только опозрешься? вон, типа на этой дженге, да? да вадабун у, ну, это делюкс какая-то а, тут карточка карточка писать ну, и она в такой металлической упаковке игра звездной войны за 150 рублей да это все хрень это так приманить тебя не ж ты ж приманилась смотри они что-то похоже на тот такой цвет смотри я не знаю можно споткать зубами о, это эти пони которые Насте нравятся, да? да я не знаю, что я снимаю я не вижу даже потому что я к животу прижал а вот нападение на планетный монстр а нападение монстр вот это тачка Все, я потерялась скоро. Барби, барби какой-то дом. А там лего. А что там, кассы какие-то. Кассы какие-то стоят отдельные. Так, неодоволенны. Вот, вот этот чувачок, высокий довольно-таки. Смотри, какой вертолет здоровенный, я его не заметил. А в нем сидеть можно? О, смотри. А, это голубой вертолет. Слыши, тут Гена с чебурашкой. Смотрите, какая точила здоровенная вообще. Офигеть. Клево сделано, конечно. Клевый детский мир, ничего не скажешь. До Красной площади осталось меньше километра идти. Но мы не дошли. Смотри, какой монстр. о смотри вот вот это надо снимать пони для насти я в звездные войны пошел все пошли в кабинку вот смотри они тут воюют там как будто взрывы прям ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту что это за корабль опа подключились что делать туда одна кнопка все можно все все включить лампочки и ничего больше нельзя остальное типа вот нож нажать только одну кнопку ты че зажала стрелял бы хоть бластер какой-нибудь опа урод какой а поставить инквизиции мне жарко стало уже в шапке пупсы куча пупсов просто море пупсов всяких туда же экскалатор разноцветный я твой отель продай не того маска ну ладно другой не был вот так вот весь отпуск чем москву приехали еще не понятно блин не могу повесить маску этого звездных войн маска звездных войн там просто есть но это чё такое пневм опа это прикол дискотека дискотека удается ладомом я не знаю на второй этаж можно поехать ну мы первый не весь обошли но тут потому что все обойти на много времени но детям тут круто конечно можно разориться наверно если с ребенком сюда зайти краску разлили вот стволы какие-то бэн-бэн не работают нет не хотят работать что это такое а черепашка ниндзя ниндзя маккелоден не маккелоден 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 Бэтмен 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 Кстати, это Бэтмен вроде Супермена А вот, даже можно вызвать Бэтмена Если хочешь Нету кнопки, чтобы он засветился Мы вызовем его тогда, когда он нам понадобится Давай Вот так ноги поставь, вот где эти штучки Фото, фото, фото Вот это старый Бэтмен какой-то, а там Бэтмен Который смотрит Супермена С Беном Афликом Переход в кулинарную лавку Караваевых Братьев А там, ну погоди Шары с черепашкой ниндзя И всякими этими поняшками А тут можно купить себе танк За 22 ксаря Для любителей World of Tanks Мы пойдем, а то охрана у нас так смотрит А может не пойдем А может не пойдем Оля, закрывать не надо Ничего с тут двери Ужас какой-то Бройте каравай А вот брать каравай Блин, двери офигеть Ну тут монадинь вообще мощный Короче, я бы предложил папе купить этот танк Чтоб он уже реально сидел в танке Да Все И вон уже виднеется Красная площадь Скоро мы будем рядом А вот и она А вот и она Ну не полностью еще дошли Ну а почти Красная площадь Площадь Слышай как площадь Касса государственная Теплеет Теплеет Представляете народ Теплеет Проходом Или нам кажется Мы просто закутались Куда идти-то? Там вот какой-то проход есть Тут что-то людей Тысяча просто Там Я не знаю Если это все очередь На Красную площадь То я не очень хочу Ну Оля, ты куда идешь? Переход Так, ага Попорщики Ну что? Ну что? Переход Так, петлю Уборщики Ну что? Ну что? Мы куда-то проникли тут уже какая-то стена идет в газону можно ходить только голубя удовлетворение есть? никогда как это называется? Александровский сад? в колее славы увидим да? да пойдем сейчас Мурманск будем искать там наверное народу, который фотографируется ну и что? мы их толкаем? как тебе Александр? о, ничего есть тут цветочков вот это норм нормально рассаду рассадили вообще шикарно не, пахнет тут вкусненько и прикольненько и тут смотри белый синий красный ничего себе о, какие то супы еще ага вот это да в виде флага цветы вообще приколюха а там какая то очередь огромная тысяча людей я не знаю там просто какая то жесть я не знаю там через какие то переходы там выстроилась человек ну тысячи две вообще они все друг за другом идут еле-еле я не знаю что это такое и зачем фонтан нам не очень хочется стоять в той очереди там фонтан там такие кони здоровые пойдем сейчас пойдем смотреть на коней а это что? так это священномученик Ермоген патриарх московский и всея Руси ну такой эпичный дедок дедуля такой крутой да? да вот мы подошли к фонтану пойдем да пойдем давай мы приехали не фонтан мощный а можно под фонтаном прям да там кабли кабают на голову вынесли а вот здесь нормально так кабы опа мы закрыли как будто этот фото фото блин на меня капает прикольно там какой-то мини фонтан аааа что там Сталин? да это не Сталин он не похож это вообще-то не похож это подделка давай 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 такая пенка пенная вечеринка коняки классные пошли по пошли по фонтанам пройдем там сильно заливает? дума мы в шапках Пускай волчат себя. Быстро. Погнали. Но в шапке не чувствуется, что сильно капает. Ну да, тут и как мне здесь ощущается. У меня очки закапывали. Ну, нормально. Сейчас пойдем к аллее Славы. И покажу вам город-герой наш. Если там не будет очень много народа у него, зато можно будет увидеть, кто тоже из этого города. Ну да. Хотя, может, какие-то другие любители Мурманска. Не из Мурманска. О, нифига, голод! Умельчий урезался! Я не знаю, видно было на камере, нет? Но я увернулся прям. Как Нео практически. Фотограф какой-то. Даже березы вон. Три березы, смотри, три! Три березы, три! Ты видишь? О, полома теплее начинает, уже жарко становится. Это хорошо, это хорошо. Надеюсь, потеплеет. У меня уже начинает голова хватить. Ну, вот с ним снимаем шапки, наверное. Но ветра нету здесь. Да. О! У тебя тоже голова? Да. Что, видишь Мурманск уже? Да. Я тоже вижу. Отлично. Керчь, Одесса, Севастополь, Сталинград, Минск, Новороссийск, Брестская крепость. А Брестская крепость это город? Я думал, это Брестская крепость. Это Брестская крепость. Это очень тупо было. Мурманчане, наверное. Ну, нету тут тысячи человек, как я говорю. Вот он, Мурманск. А? Ну, если с Мурманска здесь можно встречаться. Да. Своих узнаешь. Фото, фото. Не у всех городов большие таблички. Туапсе. Анапа есть. Ганчина есть. Петрозаводская. Смотри, какой самый последний город. Теодосе? Да. Скоро мы будем в Феодосии. Петрозаводск. Калач на Дону. Деревья мощные здесь. Монумент какой-то там. Да, это хорошо. Значит, огонь горит, но у меня не видно его на камере почти. Может, что-то видно, конечно. Какая камера такую, ёблая? А ты что, хотела, чтобы тут полыхало? Я же не знаю. Сколько сейчас займем? Я не знаю. Может, если сейчас ровно час будет, то будет снимать. Да? Надо будет снимать. Сейчас 13.52. Ну, через 8 минут. Подождем? Не знаю. Подождем, наверное, да. Подождем? Ага. Я же видела. Не знаю. Возьми. Не знаю. Какая шляпа? Какая шляпа. Тут бабушка. Монтун. Не знаю. Минута будет стоять. 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 Ну, давай. Все, мы прошли, короче, на территорию Красной площади. Бесплатно, причем, я не знаю, надо было платить кому-то или нет, но все бесплатно проходит. Тут надо вставать, что-то кидать монету, она куда-то падает, и ты, короче, крутой. Надо, короче. Ты, мы будем кидать? Да, только бомж поднимать сегодня. Да? Ничего себе, прикольный бомж. Пойдем. Это Оля на будущая работа в Москве. Заработок. Там какая-то прям... Ма... Как она называется? Где молятся? Ну, не церковь только. Ну, часовня или как-то. Друзья предлагают зайти в музей, но мы не покупали ни одного билета. Да, но вообще, как бы, вход в всякие музеи, вот они, классные. Там музей. Там музей. Московский литературный мегаполис. Что-то люди лежат, что-то делают, что смотрят. Какое-то выступление или что? А что там происходит? Там показывают кинцо какое-то? Льюис Кэрролл. Охота на снарка или агония восьми воплях. В общем, это что-то... А, это конец был. Какое-то некоммерческое авторское кино. А здесь тоже. Естественная история. Еще одна история. Я только раз общался. Здесь практически не получалось. Это может быть и... Дело в том, что все люди, которые вы знаете, все верны. Абсолютно. Ну, для чего-то на этом все проекты, которые вам хотят показать, закачиваются. И в совершении нашей встречи я хотела бы вам показать председатель. И в пульте, если вы поступали, а не в логиней, либо просто верующих, либо я не помню, как его зовут. Это результант съемники, да? Идющие. Абсолютно. 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 Но неверующих у нас нет. Я же смотрю, давай с вами расскажу. Спасибо большое. А если кому-то интересно... Ну, как только, видимо, там вопросы... Говорю, что мы все вернулись. Спасибо большое. Вернувся, потому что я все придурал, чтобы ответить из матери и учителя. Понимаете, отношения к эволюции... Но у каждого человека своему. Поэтому вы решаете, как воспитывать. Для меня, например, это было действительно, безусловно, это великое событие. Я ее называю великое. Меня долго воспитывали в марксизме. Для меня это великое. Октябрьское, мне отдать мне, вот где-то революция. Другие вопросы, пожалуйста. Другие вопросы, а не в литой выступлении. Ну, в общем, так. Сказали, что мы все верующие, поэтому не отмазываемся теперь. Я... Да, все-таки я не ошибся. Вот он, Гляземский Юрий Павлович. Ведущий, умницы и умники. О, тут что, Пучков? 16? О-о-о! Ничего себе, это Гоблин! Ребята, тут Гоблин будет в 16. Старший уполномоченный Гоблин. Творческий псевдоним. Мифко, Гаспарян, Жуков. Блин, Гоблина надо по-любому увидеть. Что он будет рассказывать? Про отечественную историю? Ну, историк еще тот. А где он прячется? Слышь, Гоблина по-любому снимем. Мы недавно смотрели Криминальное Четиво, тем более. Надо спасибо ему сказать за все там переводы его и озвучку. Студия Божья Коровка, или как у него там называется? И студия Полный П. Такие везде какие-то, какие-то, как это сказать, палатки, типа, большие, в которых что-то происходит. Что происходит в этой, я даже понять не могу. Какие-то рейтинги там. Что это такое вот? Нонфикшн, детям. А, это типа, инфо? Выпали на инфо? Информационная какая-то тут штука. Короче, прикольно. Можно посидеть. А я думал, вижу кого-нибудь в Москве или нет. Давай, сиди, сиди, вот на этом. Все, короче, мы с Олей нашли место. Он мягкий, я думал, он тверд. А, да? А там, в общем, эти часы, которые, куранты. Которые мы на Новый год видим. Все, я нашел себе место, короче, под солнцем. Солнце светило, брат. Поэтому все, короче. Лежим тут, ждем Пучкова. Я бы взял у него автограф, но там по-любому надо ждать, пока он все расскажет. И еще ждать потом, пока он ответит всем и всем напишет автограф. На меня какая-то капля катнуло. Чего можно взять, фотограф? У меня блокнот. Есть. В общем, тут куча каких-то, как ты сказала, куполов. Как я говорил, палаток, в которых сидят всякие, короче, писатели. Какие-то умные деятели, которые что-то рассказывают. Здесь вообще какой-то театр. Ежедневные слезы и двери. Нет тревога, что там. Концерт. Зачитывает. Зачитывает. Постоянный стоп, не стой. Ежедневные кляпы, не кляпы, ежедневные. Ссора. Не ссора. Над спелой росой нависая, вдруг встает. Ежедневное солнце, ошерашивая, потрясая, ежедневной земли. Ты видишь кто-то? И шепчу, я охриплю фольк-песен. Вавзолей виднеется. Что, к нему можно подойти? А там вон. Часики. А когда его посещать? За деньги посещать. Там обычно очереди вавзолей говорят. Там уходить на измотер. Где-то я. Сколько еще Ленин будет лежать? Пока его не закопают всю жизнь. Я надеюсь, его когда-нибудь закопают. А то мертвый человек посреди Москвы. Как-то не очень. Здесь про регионы России рассказывают. Вот Ленин. Сейчас фотография. Пойдем обратно в спальню. Через часовой башню. Часовники? А это? Куранты. Куранты. Самый франт, который мы видим каждый Новый год. Где он? Где-то на крыше стоит. На крыше? Да, он на крыше стоит. Где он? О! Вот как раз. А что они бьют? Каждые полчаса. Каждые полчаса просто бьют, а потом... Ну, со звоном. Ага. Потом... Потом пробивают... Сколько получается уже будет? Три раза пробивают. Сейчас пока что только полчаса пробили. Максим Аверин из сериала «Глухарь». Вы все знают? Да. Мало что он в сериале «Глухарь» снимал. Я знаю. Но он выглядит... Он выглядит в сериале как-то вытянутый, высоким. Оказывается, он такой невысокий. Нет, он высокий. И нахальный воробьев от Стерёга насажет. От нервного украшения. Ну, мне он не нравится. Вон он. Я не знаю, что в этом ничего не есть. Уменины пожарские. Мы их в школе проходили. Уменины пожарские. Мы их в школе проходили. Такие мощные. Такие мощные. Слушай. Так. Нам надо найти кассу, короче. Нам надо внутрь. Красной площади попасть. Мы не знаем пока как. Надо купить, вроде как говорят, билет в любой музей. На кого-нибудь спросить, кто оттуда, короче, вышел. Кстати, в таких отделениях аппаратура обычно. Что, какой-то концерт готовится? ТВ. ТВ. Короче, чтоб попасть туда внутрь надо обойти. Все вокруг и с другой стороны зайти, все легко. Да, и отстоять очередь. Ну, казалось бы, еще одна очередь есть такую. Может, и есть какой-то проходağı тв. Ну, ладно, а сколько время, что там бучков-то подойдут? У меня пустweek. Блин, еще только без 10-ти три. Да, это беда. Ничего себе. Мы снимаем, как снимают новости. Подпольная съемка. Россия. Мне нравится, как он свет делает. Это вообще супер. Вы смотрите, он просто как будто крутит, короче, штучку. А там что-то подключено. О, какие-то кабели к мужику проведены в наушниках. Камера у них крутая, конечно. Если мы видели камеру, которая в 4 раза меньше, чем эта, она 200 тысяч стоила в медиамаркте, такая, можно сказать, стоит миллион. Не знаю, сколько на самом деле. Сейчас будет какой-то, знаешь, новости, приколы там, типа. Мальчик, иди нахуй мальчик. Свет долго меня не ловит. Вот так вот. Не знаю, что это за штука, которая влияет на свет. Я могу открыть на любой страничке, и мы сразу начнем это напевать. Хотя просто читаешь, да? В небе ночном на исходе леса, Выпьем за любовь. Я в фильме чужую роль не покидай сотканный светом ангел-хранитель мой. Ты сразу вспоминаешь. Новая волна, Гюрмала, а теперь уже Сочи. И... Да, да, Тереневский курант. Да, да, это Игорь Николаев, вы все так правильно поняли. Так торжественно. Спасибо коридорским курантам. Они напомнили мне, что через 10 минут у меня начинается автограф-сессия. Мне нужно передвигаться туда, где ждут пару человек, которые уже купили, надеюсь, книжки, и еще пару, которые купят в течение ближайших 15 минут. Я так рад находиться здесь и стоять не петь песни, а говорить слова. Потому что для меня это странное ощущение, но приятное. И причем нигде не вы, а на Красной площади, на главной площади нашей страны, да еще под аккомпанемент кремлевских курантов, это фантастика. Спасибо большое. Спасибо большое, Игорь. Я чуть-чуть... Добрый день, уважаемые москвичи и гости нашего города. Мне хотелось бы сказать... Мы пим за любовь. Мы пим за любовь. Нам не хватает кружки пива только. Игорь Николаев, комплит. Он сейчас прошел прямо мимо нас, Оля, вставишь, фотки его, вот, не забудь. Вообще круто. Сейчас будет по-любому мощный ливень, валим отсюда. Все, забежали в охотный ряд. Потому что дождь начал поливать, как мы и предсказали. Пришлось бежать в охотный ряд. Ну, заодно посмотрим, что тут. Вот сейчас из-за дождя очень много народа будет. Ну да. Потому что он спокойнее. Здравствуйте. В торговом центре платный туалет. В центре Москвы, на Красной площади, торговый центр с платным туалетом. Это просто жесть. Кто это придумал? Ну, я в платный схожу. Тут еще не на каждом этаже? Ласенько. Тут зато есть кафе Муму. Да. Тут какие-то лимонады. Это как тутик. Муму. Тут есть кафе лимонады. Вот ты мог, когда еще под землей сделали торговый центр? Нет. Обычно они берут туда. Блин, никак туда не проникли. А, вон там справа есть проход. Настюха. Офигеть магазин прям в кругу. В центре всего круга магазин. Санлайд. Такие очереди в женский туалет. Кого ли удождешься? Санлайд сразу сходил, а Оля уже там 20 минут, наверное, в очереди в Макдональдс. Естественно. Потому что... Потому что здесь туалет платный. Спасибо. Ну, че? Похоже на Арбат, но не Арбат. Видимо, мы нашли дорогу, потому что в Гу-Мол. Это Гу-Мол. Сейчас будет где-то рядом. Здесь идти всякие кафе, шмафе, но, наверное, тоже дорога. Я начинаю хотеть есть потихоньку. Я даже. Особенно, когда мы почувствуем запах мяса. Да, там так шашлычком пахло, короче. Это было... Так будет слышно. Мы нашли его. Красная площадь. 1893 год. Все, заходим. Это крутецкий, конечно. Выглядит крутецкий, в музычке такая играет. Мороженое, как раньше. Смотри, стаканчик. Сколько стоит? Так, это 50 рублей стоит? Вот такой вот. Не стаканчик. А, да тут 150 рублей. Че, можем? А че? А я хочу. Мороженое. Мороженое. Опа. Вот так вот. Тут настоящие деревянские сады? А? Нет, я думал, тут настоящие деревянские сады. Березки. Мужик так на воздух-то прозврел. Разврел. Ничего себе. На вторую линию. Музыка кончилась. Вот так вот. Дум-дум-дум-дум-дум. Сейчас прогуляемся, посмотрим. Тут, конечно, очень красиво. Ничего не скажешь. Очень много народу, туристов. Ну, исторический, все-таки, как это сказать? Столический дороговый центр какой-то. Слова вообще пропадают, когда всю эту красоту видишь. Просто даже не то, что снимать, просто хочется своими глазами. Каждому надо это увидеть именно своими глазами, чтобы понять, насколько тут мощно. Потому что камера все это не передаст, насколько тут все красиво. Ну, я думаю, даже местные не понимают этого. Гастерном номер один, магазин-музей. Интересно, здесь кто-то так закупается, специальный кофе. Ну, мне кажется, только турист. Да, только турист так красиво выставлено. Сорок все эти разный. Давай сегодня посмотрим, что процент стоимость. Ну, давай. Ну, чем? Журнал. Ну, космоголи там. Есть? Ну, сто два рубля, я за четырех покупаю. Ну, такая разница насчет космополитона. А остальное? Алкоголь. Водочка. Русский стандарт. Тысяча рублей. Почти. Ну, молоко. Да я такой-то непонятный. А, вот обычный. Два и пять. Вот это ужасно, кстати. Оно стоит здесь 350 рублей. Никогда не покупайте вот это Алпро с кокосом. Может, остальные лучше, но с кокосом точно лучше. Педровое молочко, ничего себе. Ох, посмотрите, какой виноград. Ничего себе. Чаишный курс 900 рублей. Поглика 550. Блин, виноград такой красивый, я не могу. Я же захотел виноградиков. А музыка какая? Супровождение. Лимонады. Колокольчик свела. Тархун. Матрешки. Армия. Армия матрешек. Челкунчик. О! Челкунчик и матрешки. Смотри, челюсть отломаешь. Яйца колокольчик. Ну, можно есть. Пойдем в ту сторону. Я вот так снимаю. Махадов. Надеюсь, там ничего не размажется. По идее, там все нормально. Да, я не машу камерой. Что это было? О! Сушение сухо. Там выход на улицу. Че это такое? Какой-то... Плюс 13. Это коньячок? Может, возьмем пару бутылок? Белуга за 7500. Кого? Многоценная лодка за 3600. А че с ней? Вот она. Она в графике. Да я понял. Мамонт. Лодка. Такая кривая. Типа мамонта бивня. Ой. Посмотрите. Оль, под эту музыку мы погружаемся. Мир алкоголя, коньяка и всего. Тут даже есть в виде автомата. Калашникова водка. 4000 калаш стоит. Ныряем в вино. Не, я бы никогда не определился. Придется попробовать все. Короче, когда конец света будет, мы пойдем в гум. Я даже не знаю, как лог назвать. Мы побывали везде. И увидели столько всего. Нам придется огромное название сделать. Не выйти, да? Пошли в конференцию зайдем еще. Шоколад. О, а тут вы интересы. Ну, зря мы зашли в шоколад. Фонтан. В центре, бля. Мы в центре видим. А здесь офигенный ресторан. Суп 600 рублей, латте 500. Дальше можно не смотреть. Там что-то продают. Тоже мороженое какое-то? Или какие-то... А сладкую вату, что ли? Ничего там. Парад какой-то. Непонятно. Самсунг на последнем этаже. Это Армань. У нас есть шампанское макарат. Короче, ребята, это настоящий лайфхак. Мы вошли со стороны гума и тут очереди вообще нет. Мы просто... Там 5 человек было перед нами максимум. А вот там, где мы входили, очередище. И там тоже. Не знаю. Ну, сейчас, может, конечно, меньше людей. Но тут вообще никто не понял. Так что... Какие-то пушки здесь. Вот такие есть мощные. Это корабельные, типа, наверное. Это даже, наверное, корабельные. Восьмифунтовая пушка. Османской империи. А, нет. Это такие обычные. Чуть не знаю. Опа. Двенадцатифунтовая морская пушка. О! Я же говорил. Что вы думали, я лох? Слушайте, а тут такое прям... Как сказать, ограждено все вокруг стенами. Мы как будто в комнату зашли просто какой-то раз с пушками. Прикольно. А там маленькие такие... Ну, такие пушечки чисто из рук с рук селять. Ну, а это тоже пушка? Ладно. Ведро. Ваза. 45-миллиметровая противотанковая пушка. Образца 42-го года. Прикольно. А мы случайно увидели, да? Ага. Я просто повернулся. Мы уже хотели выходить. Смотрю, какие-то пушки за дверьми. Государственная дума. Вот там Тверская площадь дальше делится, идет. И мы туда и пойдем сейчас. Через переход пройдем. Вот так.